Сегодня в День знаний по всей стране прошли торжественные линейки. Новый учебный год начался для 130 тысяч школьников республики. Наша съемочная группа увидела, как это было в 4-й Чебоксарской гимназии. Вот он, звук окончания лета. 1 сентября, как правило, радуются два типа людей. Те, кто школу уже закончил, и те, кто идет туда в первый раз. Подобными шутками или не шутками в последние дни лета завалили интернет. Опрос учеников 4-й Чебоксарской гимназии показал обратное – в школу хотят. Первоклассники гордятся новым статусом, бывалые школьники хотят увидеться со школьными друзьями. Очень хочется в школу, чтобы опять эти веселые перемены были. Я думала, что я увижу своих одноклассников, они изменятся за целый год. Что они будут хорошими друзьями, ну и хорошие оценки получать будут. Впрочем, сегодня побыстрее за парты хотели не только ради одноклассников. Было очень холодно, я думала, чтобы быстрее зайти в класс. Уроки контрольные, домашние задания – все завтра. Сегодня таки праздник отметила директор гимназии. И его каждый год стараются сделать для учеников особенным. Нам сегодня подарили печенье с предсказанием. И мне попалось самое время налаживать рабочие контакты. Мне попалось в предсказании то, что не бойся учиться сам и просвещать тех, кто в этом нуждается. За парт осядут дети. Научиться зачастую приходится всем членам семьи. Так что скоро мамам предстоит вспоминать, как писать сочинения папам, пусть и кандидатам наук, плакать над задачами, бабушкам шить фартуки. Но сегодня они умиляются по взрослевшим детям и вспоминают свои школьные годы. Я помню свое первое сентября. Оно у меня было 4 года, когда мне было. Вышел я однажды на улицу. Смотрю, моих старших ровесников, старших друзей нет. Я у одного спрашиваю, где они? Где твой брат? Он говорит, в школу пошел. Где твоя сестра? Он тоже в школу. Я говорю, а что, мы хуже, что ли? Мы, четырехлетние мальчики и девочки, зашли домой без ведома родителей, взяли сетку, положили туда одну книжку, тетрадку, ручку и пошли в школу. Нашли мы их в классе, зашли, с первоклассниками сидели, учились так до Нового года. А если серьезно, сколько бы впереди ни было трудностей, экзаменов и, может быть, даже не очень хороших отметок, не зря поется. Школьные годы чудесные. Ольга Пырычкина, Мария Шоклева, Андрей Шоклев. Республика.